Всем привет, ребята! Вы на канале Никита Перфоратор. Это третья часть прохождения Spider-Man 2. Эта часть начнется с того, что я решил зачистить три заслона охотников Крэйвена. Каждый заслон представляет из себя небольшой аванпост с небольшим количеством врагов. В самом конце, после нейтрализации всех врагов, мы получаем доступ к механической птице, из которой мы извлекаем карту памяти с информацией о базе охотников. Для того, чтобы выйти на базу, нужно уничтожить все три заслона в одном районе. После того, как я уничтожил три заслона, у меня на карте появилась база. База из себя представляет очень большой пост с очень большим количеством охотников и с дополнительными заданиями. К примеру, на этой базе в дополнительных целях было написано отключить пульт радиосвязи, для того, чтобы в случае поднятия тревоги охотники не смогли вызвать подмогу и нейтрализовать три турели. После полного прохождения базы мы получаем доступ к голосовому файлу Крэйвена. На данный момент на карте это была единственная база охотников, и никаких дополнительных активностей нету, поэтому идем дальше по сюжету. Майлз идет искать Фелицию для того, чтобы предупредить ее о надвигающейся опасности. Приходит в ее дом, видит следы драки. При помощи сканера вычисляем ее следы и куда она пошла. Здесь сразу же мы видим взрыв, и квест-маркер ведет нас на место этого взрыва. Придя на место этого взрыва, мы обнаруживаем новые следы драки, и, пройдя небольшую головоломку, открываем сейф Фелиции. В этом сейфе мы видим фотографию Афелевой башни и книгу, инструкцию какому-то Жезлова Тумба. Связавшись с Майлзой, Майлз задает ей вопрос, что такое Жезлова Тумба. Она сообщает Майлзу, что Жезлова Тумба это артефакт, который способен переносить тебя куда угодно, то есть, по сути, он создает порталы. Следуя за вертолетом охотников, мы приходим в место, где охотники окружили Фелицию, нейтрализуем всех охотников, и начинается консцена, в которой мы видим, что Жезл вполне настоящий, и его уже вовсю использует Фелиция. Сразу после этого следует небольшая погоня, которой мы пару раз можем использовать эти порталы. Даже попадаем куда-то в очень заснеженный регион, я бы тоже сказал, в Арктику, и в самом конце мы оказываемся на каком-то поле окружения охотников. Перебив абсолютно всех охотников, Фелиция говорит, что ей этот Жезл нужен для того, чтобы помочь своей подруге, и говорит, что на данный момент она не может помочь паукам с угрозой охотников. Просит Майлза помочь ей открыть портал Кайфелевой башни, у них это получается, она благодарит Майлза и скрывается в портале, оставляя Жезл Майлзу. Как только портал закрывается, Майлз берет в руки Жезл и просит ему показать Ли. Но в этот же момент Жезл исчезает, и в руках у него появляется записка. Скорее всего, Лиция дала Майлзу ненастоящий Жезл. После прохождения этой миссии с Майлзом связывается Анки, и рассказывает ему, что сегодня вечером они договаривались вместе с Питером пойти в парк аттракционов, и что там бывший суперзлодей Мистерио открывает свой аттракцион Мистериум, и Анки предлагает Майлзу попробовать этот аттракцион. В ряду парка развлечения с Анки мы встречаем Квентина Бека, в бывшем суперзлодей Мистерио, он нам представляет свой аттракцион Мистериума, говорит, что это новое поколение развлечений, и просит выйти какого-то добровольца для того, чтобы протестировать Мистериум. Майлз само собой соглашается и заходит в этот Мистериум. Оказавшись в этом Мистериуме, у Майлза окутывает иллюзия, в которой он становится, видимо, каким-то диджеем, за пультом управления, и начинает развлекать публику. Здесь начинается небольшая мини-игра, в которой нам нужно попадать в такт музыки. В конце, практически в самом конце, все накрывается медным тазом, происходит какой-то взрыв, выхлоп, иллюзия разваливается, и перед Майлзом появляется Мартин Ли, то есть Мистер Ниатив. Майлз с Майлзом связывается Квентин Бек и говорит ему, что в Мистериуме случилась какая-то ошибка, и он не знает, что происходит, и Майлзу приходится сражаться с Мартином Ли и его успешниками. После этого с нами с ним связывается Квентин Бек и говорит, что для того, чтобы выбраться из иллюзий, ему нужно закончить музыку. После того, как Майлз становится обратно за пульт диджея и заканчивает все-таки композицию, появляется портал, который выпускает нас из этого Мистериума. Квентин Бек в полном недоумении, не понимает, что не так с вами Мистериумом. Мистериум закрывается на временное техническое обслуживание. Здесь Майлз встречает Питера, МД и Ари. Питер предлагает Майлзу пойти прогуляться с ними, но Майлз после всего случившегося уже как-то не особо хочет гулять. Поэтому управление переходит на Питера, а Майлз отправляется домой. Когда управление перешло на Питера, мы можем ходить по парку, играть в разные мини-игры, можно ходить на разных аттракционах. Во время того, как Питер вместе с друзьями ходили по этому парку, он видит, что на каком-то гоночном карте перевернулась машина, и туда сразу выскочил надгробие. Кто не знает, надгробие это суперзлодей с первой части. По всей видимости, он тоже стал хорошим, добрячком, и теперь работает в этом парке и помогает обслуживать. Он помогает человеку выбраться из-под перевернувшейся машины. Никаких плохих намерений у него уже нет. Питер в недоумении, почему внезапно все суперзлодеи стали хорошими, но он не против. Отправляясь дальше по этому парку, можно остановиться и поварить с Гарри. Стоя на этом мосту с Гарри, с ним начинается диалог, в котором Питер обращает внимание на человека снизу и говорит, что у парня снизу сумка похожа на ту, которая была у Гарри. Гарри говорит отсюда, что оттенок сумки другой. Это очень прекрасно было видно даже с колеса обозрения. И Питер удивляется тому, насколько хорошее зрение у Гарри. Дальше я поиграл еще в парочку мини-игр здесь. Взял украшения в качестве награды в магазине сувениров и отправился на демона скорости. Это так называется местная горка. После того, как ребята покатались на демоне скорости, Питер и Гарри решают померять силу на специальном аппарате. Нужно ударить молотком по специальной кнопке и подпрыгни в специальный шарик, который должен ударить по самому верхнему звоночку. У Питера получается ударить так, что звонок начал звенеть, а Ари просто вышибает этот звонок и ломает эту штуку. Здесь Ари говорит, что он это сделал не специально, он не хотел и они все смываются. После этого Ари отправляется куда-то в парк за попкорном. Питер и Амджей садятся на колесо обозрения, поднимаются на совы веры. Здесь у них завязывается какой-то разговор, житейские они обсуждают в целом дела, но они видят, как внезапно в парк начинают заходить охотники и окружать надгробие. Питер в такой ситуации обязан помочь надгробию, потому что теперь он уже не суперзлодей, а обычный добрячок, который работает в этом парке. После того, как Питер разбил всех охотников, у нас начнется сцена, в которой мы видим, что на пробе сковывают сетями. Машина случайно попадает в какой-то аттракцион. Аттракцион заваливается на демона скорости, на американскую горку. И теперь перед Питером стоит задание спасти людей на этой орке. Питер одной рукой держит две вагонетки с людьми, его сверху придавила часть конструкции. И самый последний момент, когда ему уже кажется, что он сейчас откусит вагонетки, появляется Гарри и при помощи симбиота помогает Питеру. Здесь, кстати, Питер палится перед Гарри, что он есть Человек-паук. Гарри понимает это, но все же помогает Питеру. Питер спасает всех людей и катсцена переносит нас на крышу здания, где происходит дианон Питера. Питер спрашивает, какого черта произошло с Гарри. Гарри говорит, что он не знает, как это все произошло, что это, скорее всего, симбиот, который вылечил его. Говорит, что это своего рода какой-то экзоскелет, который помогает ему, и говорит Питеру, чтобы они встретились в лаборатории Фэм и поэкспериментировали с его новыми возможностями. Эта миссия заканчивается. С Питером связывается Майлз и спрашивает, что случилось в парке аттракционов. Питер ему рассказывает, что у Гарри есть какие-то суперспособности, и он отправляется в лабораторию Гарри для того, чтобы поэкспериментировать и понять, что это за такая сила. Придя в лабораторию, мы видим небольшую катсцену, в которой Питер и Гарри пытаются научиться управлять способностями Гарри. В итоге они разносят свой кабинет, появляется недовольный батя Гаррика, и пока тот спрашивает у своего сына за то, что случилось, Питер по-тихому ускользает в неизвестном нам направлении. Как только закончилась эта миссия, с Питером связывается Анки, и говорит ему, что в городе появились какие-то неизвестные роботы, которые издают странный импульс, и просит Питера найти первого робота. Подрывав первого робота, мы понимаем, что это какой-то паук-обот. С Питером связывается Майлз и Анки. Анки рассказывает, что он не может понять происхождение этих паук-оботов, и что для того, чтобы понять, кто это за паук-оботы и откуда они взялись, нужно найти еще такие. По всему городу поступают сигналы от этих паук-оботов. Их много. Сразу же с Питером связывается Рейв, бывшая начальница в полиции, сообщает Питеру, что она наткнулась на след оглаваря культа пламени, и она ждет его возле заброшенной клиники в Чайна Тауне. Перед тем, как отправиться в какие-то заброшенные клиники в Чайна Тауне, я решил собрать абсолютно всех паук-оботов. Если кому-то неинтересно смотреть, как я собираю всех паук-оботов, я оставлю тайм-код. Можете перейти по нему и просмотреть концовку с поиском всех этих паук-оботов. Спасибо! Рад, что ты в порядке! Ты успела добраться до Парижа? Да. Все хорошо. А? Как в зеркало смотрюсь. Ты идешь со мной. Ну и пятачок. Привет! Прикинь, этих странных чужих паук-оботов пингует кто-то со стороны. Их еще кто-то отслеживает. Именно. Осталось выяснить, кто. Собирай их, где встретишь. Мне нужно как можно больше данных. Класс, Ганки. Ты на шаг приблизил нас к раскатке. Да, просто уберу его поскорее. Не будь ты роботом, был бы ядовитым. Попался. Да. Овсянка, сэр. Простите. Паук-обот несет мне источник калия в трудную минуту. О-о-о! Эй, 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 эй! Вот что я вам скажу. И я в этом уверен на сто процентов. Так. У меня есть новости об этих странных ботах. Это стороннее отслеживание ведется издалека. Не очень издалека. Типа за миллионы километров. Типа из космоса? Нет. Скорее, тут кто-то скрывает свое местонахождение. Ага. Пожалуй, я смогу вычислить источник сигнала, если найдешь мне еще ботов. Хочу пожать руку тому, кто это сделал. Как ни странно, даже мило. Привет, дружат. Не знаю, в чем причина, но обожаю этого паука бота. Попался. Может, это совпадение надпись в вылитый мой круг. Так. Я разобрался с этим сторонним отслеживанием. Оно использует тот же код и чистоту, что и мы. Кто-то украл нашу технику, что ли? Не может быть. Мы все держим под замком. Ты уверен? Ну, тогда разве что у нас завелся еще один человек-паук. Но вряд ли. Продолжу искать. Может, если пришлешь еще данных, я разберусь. Какой стильный паукобот. Попался. Паучьи ноги. Дружище, тебе больше идет. Быть ли паукоботом, вот в чем вопрос. Весе сто граммов выступает паукобот из непонятно откуда. Ого! Богато выглядишь. Паукоботы очистят этот город изнутри. Эй, сообщение о таинстве новоотслеживателя Боттон. И что там? Пока не знаю. Там странный синтаксис, да ещё и пробелы в коде. Но я разберусь. Мне только нужен ещё один кофе со льдом. Ну и фексик, чёрник. Что лучше классить? Похоже, у тебя тёмное прошлое. О, у этого милый рюкзачок. Выглядишь шокирующе хорошо. Напоминаешь мне одного крутого паука. Должен сказать, ты просто светишься. Вот это цвета. Почему мне это в голову не пришло? В другой жизни я бы сам такое носил. Привет, дружок. Я нашёл самого крошечного в мире вора. Похоже, у нас... Бродяга. Хвост лучше не трогать. Ой, какой милашка. Глаза, сердечки. От этого мне прямо неуютно делается. Как мистически. Забрав всех этих паука-ботов, Ганки говорит Питеру, что он смог... Что он смог расшифровать какие-то данные из этих паука-ботов. И там не было ничего, кроме какого-то адреса. Придя по этому адресу, открывается портал. Начинается катсцена. Ганки, ты это видишь? Это что ещё за хрень? Гляньте-ка. Герой-паук. Мы спасены. А, здрасте. А вы кто? Я? Просто бармен, который иногда оказывает людям услуги. И я узнала, что бесхозные паука-боты опасны. Да и делу вредят. Давай я избавлю тебя от них. Спасибо, Человек-паук. Можно не сомневаться, что ты поступишь правильно. Всегда пожалуйста. А если их будет искать Мигель, передай. Кто нашёл, кто-то забрал. Стойте. Кто такой Мигель? Как только заканчивается катсцена, я получил два трофея. Первый трофей, это собрать 10 тысяч деталей. Детали я получил награду за этот квест. И второй трофей, разгадать тайну происхождения паука-ботов. Я не очень шарю за лор Человека-паука, но, как я понял, это была отсылка на давно вышедший мультик Человека-паука через вселенную, или как-то так он называется. После этого, играя за Питера, я отправился на дополнительное задание, которое появилось в приложении DSGP. Здесь Питер видит своего старого друга Оварда, который ухаживает за голубями. У них завязывается какой-то разговор. Овард говорит ему, что он уже стар, и у него уже нет возможности следить за голубями. И он просит Питера отвезти эти голубей в какое-то место, чтобы за ним могли следить другие люди. Выбрать какое-то хорошее место для остатка их жизни. Питер соглашается помочь Оварду, и теперь перед нами стоит задача найти место для этих птиц. В конце Питер находит это место, а именно какой-то парк. Он связывается с Овардом, говорит ему, что он нашел прекрасное место. Овард благодарит Питера и перестает отвечать. По возвращению Питера обратно, он обнаруживает, что его приятель Овард умер. Как говорят врачи, скорее всего, он умер счастливым, потому что когда они приехали, на его лице была улыбка. Питер немного тильтует с этого всего, но взамен мы получаем трофей. В своих трофеях написано, помочь Оварду небольшая миссия, которая, видимо, должна была заставить нас плакать. Но мы не плачем, мы не умеем плакать. Следующее доп. задание приводит нас на крышу какой-то многоэтажки. Здесь мы встречаем какую-то женщину по имени Майна. Она пытается быть фотографом. С ее слова она пытается быть таким же профессиональным фотографом, как и Питер Паркер. Она говорит, что она следит за его работами. В примере, показывает самую первую газету, в которой Питер Паркер опубликовал свой снимок. И пытается спросить у чувака Паука совет, как можно делать подобные фотографии. Когда Питер смотрит на эту газету, он сразу же переносится обратно в прошлое. Здесь мы, играющим юным Питером, должны приехать в отделение Бьюгл к Джей Джона Джеймсону и дать ему фотографии. По телефону Джей Джона Джеймсону сообщает, что Питер опаздывает и что у него все время есть фотографии до того момента, как он добьет кофе. Кофе он пьет быстро. По пути к Джей Джону Джеймсону Питер встречает бандитов, которые сбивают невинного человека. Пытается ему помочь. Убьет всех этих бандитов. Помогает человеку. Берет единственную фотографию уцелевшую. И отправляется к Джоне. Джона говорит Питеру, что фотография ужасна. Но так как нету других фотографий, других кандидатов, он принимает его фотографию и принимает его на работу в редакцию газеты. После этого Питер снова возвращается в наше время. И эта женщина просит Человека-паука подыграть ей, чтобы она сделала удачный снимок. Питер само собой соглашается и делает показательный прыжок для того, чтобы она могла сделать фотографию. Эта миссия заканчивается. Небольшая интересная миссия. После прохождения этой миссии я отправился на миссию Рэй по поиску лидера культа пламени. Здесь с нами встречается непосредственно Рэй, и мы проникаем в заброшенную. Здесь мы перебиваем всех бандитов, добираемся до дверей, которые мы не можем открыть. Найдя подсказки, мы понимаем, что на руке каждого последователя пламени имеется татуировка, и для того, чтобы пройти в эту дверь, нужны последователи с двумя разными татуировками. Принеся одного, принеся двух последователей к этим дверям, мы открываем эти двери и продвигаемся дальше в лупе этой больницы. Здесь мы видим, как невинных людей, видимо, пытаются завербовать или запугать. Их кидают в камеры и избивают. Питер, само собой, помогает этим людям, открывает клетки, и сразу же после этого на связь выходит само пламя, лидер этой секты. Здесь он обращается к Рэйв, оказывается, что они уже знакомы. В бывшем пламя смог как-то провести рэйв и убить невинных людей. Рэйв это прекрасно запомнила, и ее целью теперь становится убить пламя. Питер этого не поддерживает, но пламя здесь не оказывается. Все, что они делают, это просто спасают людей. Дальше по наводке Рэйв они должны встретиться в логове пламени, лидера этого культа. Но это задание пока недоступно, откроется чуть позже, опять-таки по сюжету. После этого с Питером и Майлзом связывается Фелиция. Благодарны за то, что Майлз помог ей добраться до Парижа, она дает наводку на то, где держат надгробие. А именно это оказывается какой-то завод, цех по переплавке металлов. Здесь Питер по стелсу снимает всех охранников снаружи и попадает внутрь. Внутри я тоже начал действовать по стелсу и получил трофей. В условиях трофея написано бесшумно, нокаутировать 25 врагов, маскируясь на паутинной ниде. Получив этот трофей, я полностью зачистил эту часть здания от охотника. Появился охотник с парными клинками, и вместе с этим охотником появился сам Гарри. Он пришел на помощь Питеру. В Гарри уже появился какой-то костюм, понятно откуда его. И он говорит Питеру, что он ему может помочь освободить надгробие. Пройдя дальше вглубь этого завода, мы сражаемся вместе с Гарри. Гарри демонстрирует нам силу этого симбиота. Но выстрел из гранатомета пробивает какую-то стену, и наши друзья оказываются на каком-то конвейере. На конвейере пищит какая-то сирена. Сирена доставляет дискомфорт Гарри, он не может пользоваться своими силами. Это слабость симбиота. И Питер, собрав последние силы, спасает себя и Гарри. После этого мы проходим еще несколько арен и доходим непосредственно до самого надгробия. Здесь, после не совсем аккуратных действий Гарри, он активирует какую-то ловушку анклома камеры надгробия. И взрывает большой резервал с раскаленным железом. Железо начинает постепенно заполнять этот цех. И теперь перед нами стоит задача ослабить клетку, в которой находится надгробие. После того, как Питер и Гарри это сделали, надгробие выбирается наружу. И перед нами стоит цель быстро выбежать из этого разрушающегося завода. После того, как мы выбираемся из этого здания, надгробие благодарит Человека-паука за помощь. И уходит, как он говорит, в свое убежище, для того, чтобы его не нашли охотники. И говорит ему, чтобы Человек-паук за него не волновался. И в следующий раз он будет готов к такой встрече. На этом миссия заканчивается. И играя за Майлза, на карте мы можем найти больше разрушенных мистериумов. Придя к самому первому мистериуму, мы видим, что здесь сидит Квентин Бэк и его команда. Занимались созданием этих мистериумов и пытаются понять, в чем причина неполадок в этих мистериумах. Они просят Майлза зайти внутрь этого мистериума и достать оттуда человека, потому что в каждом из таких мистериумов застрял человек. Мистериумы представлены в виде небольших испытаний. То есть за определенное количество времени нужно победить какое-то количество врагов. Или, к примеру, не пропустить ни одного удара. В общем, одним словом, мистериумы это такие испытания с наградами. После прохождения этого мистериума мы освобождаем человека, который там был. И получаем флешку, дневник создателя этого мистериума. Дальше я вам покажу все флешки, которые можно получить за прохождение всех мистериумов. Самого прохождения всех мистериумов я показывать не буду, потому что все они однообразные. И все, что нас, по идее, должно интересовать, это флешки. Здесь я оставлю тайм-код, по которому вы можете перейти сразу в конец этой ветки с мистериумами. И просмотреть, чем же закончится вся эта история. Прежде всего, нужно подготовить презентацию для инвесторов. Так, запись идет? Ага, мы пишем. Не понимаю, зачем нам все это записывать? Затем, что однажды мы прославимся. И нашим фанатам будет очень интересно узнать, как мы к этому пришли. А, ну ладно. Тогда для презентации я могу собрать пробную иллюзию, которая всех поразит. Супер. А еще надо придумать название для наших аттракционов. Как насчет мистериумов? Нет. Нет и нет. Мы не будем вообще ни в каком виде использовать имя Мистерио. Тебя будут звать Мистерио. Хочешь ты этого или нет? Но я ведь больше не Мистерио. Я Квентин Бэк. Профессиональный иллюзионист. Бэк больше не хотел быть злодеем. И правильно. Так, теперь займемся имиджем. Нужно убедить инвесторов, что ты уже давно не преступник. Я свой срок отсидел. Разве этого мало? Увы, мало. Давай поговорим о твоем прошлом. Что изначально подтолкнуло тебя стать мистерио? Я... Это точно необходимо? Да, если хочешь достичь успеха. Ну, наверное, в основном мое эго. У всех есть эго, Квентин. Хм, у меня оно особое. У бывшего суперзлодея большое эго. Ну, надо же. Человек-паук — это Бетти. Квентин и Коул разбираются с важными данными, которые ты собрал. И... Я тут подумала, когда мы наладим и снова откроем мистериумы, было бы здорово, если бы Человек-паук нас прорекламировал. Конечно, безвозмездно. С фондами у нас совсем плохо, и Квентин из-за этого очень нервничает. Ну, ты подумай. Но я не навязываюсь. Пока. Прости, Бетти, у нас строгий запрет на рекламной интеграции. Придумай другой бизнес-план. Зачем ты записываешь, как мы обедаем? Думаю, фанаты хотели бы узнать, как ты познакомилась с Квентином. Мы с ним в детстве были соседями. Иногда вместе играли, но он учился в другой школе. Ведь он был куда умнее обычных детей. Могу представить. Он всегда был таким слегка чокнутым. Коу, ты что? Это невежливо. Да ладно, пойми меня правильно. Да, он безобиден. Но если бы я могла сменить работу, я бы это сделала. Ты правильно делаешь, что не уходишь. Он гений. Как только мир узнает о нашем проекте, мы тут же неприлично разбогателины. Бетси давно знает Бека. И хочет с ним работать. А вот Коу явно сомневается. У меня плохие новости. Презентация не понравилась. Кому? Никому. Черт! Идиоты! Они не понимают, что мы куём в будущее развлекательной индустрии. Нет, технологии всем понравились. В отличие от звезды. То есть меня. Ранее судимого. Ну, мы выработаем другую стратегию. У нас в самом деле отличные наработки. Мы точно что-нибудь придумаем. Жалко Бека. Тяжело, наверное, бороться с такой репутацией, как у него. Подойдите, ребята. Прекрасные новости. У нас будут деньги. Наконец-то. Кто инвестор? Я! Я взяла кредит на открытие дела. Условия там, конечно, дикие, но его одобрили. Бетси, мне приятно, что ты в меня так веришь. Но... Не только в тебя, Квентин. Я верю в нас троих. Я точно знаю, что мы сумеем добиться успеха. Бетси многое делала ради Бека. Она в него очень верит. Привет, Человек-паук. Это снова Бетси. Тут со мной Коу, а Квентин пока... То есть опять чудит и хандрит. Чуваку нужно в терапию. Ну да, но я стараюсь придумать, как ему помочь. Все сейчас на небах. И поэтому я хотела попросить тебя немного ускориться в работе с Мистериумами. Чем быстрее мы их починим, тем быстрее Квентин снова станет самим собой. Похоже, Бекку все это действует на нервы. Могу понять. Квентин, надо поговорить. Как видишь, я занят. А тебя сейчас просто фонит эмоциями. Эмоциями. Знаешь, в тюрьме я многое узнал об эмоциях. О том, как их контролировать. Я понимаю, что ты переживаешь из-за Мистериума, Квентин. Но тебе придется смириться с тем, что имя Мистерио будет продаваться, а Квентин Бекк нет. Но без Квентина Бека продавать будет нечего. Так что это тебе придется смириться со мной и моими эмоциями. Похоже, отношения Бетси и Бека постепенно накалялись. Привет, Человек-паук. Хотела сообщить, что Квентин согласился на психологическую помощь по решению суда, чтобы адаптироваться после тюрьмы. Наконец. Коу не нужно так говорить. Он через многое прошел. Извини, я просто рада, что ему помогаю. Понимаешь? В общем, Квентин просил передать, что он вроде приблизился к разгадке произошедшего. Так что ты молодец, Человек-паук. Хорошо, что Бекк обратился за помощью. Нам всем она порой нужна. Коу, у тебя кровь. Да, я знаю. Что это за херня? С него лишь небольшое уши. Погоди. Но эти иллюзии ведь просто иллюзии. Правда? Кажется, я зуб сломала. Ну, эти иллюзии безвредные, пока кто-нибудь не делает то, чего ему не следует делать. Верно, Коул? И нечего на меня так смотреть. Я не виновата. Надо же. Настоящая мистерия. Правда ли, Коул пострадала случайно? Лебекк это подстроил, потому что злился из-за использования имени мистериума. Квентин, надо поговорить. Ты постоянно хочешь поговорить. Но где хоть какая-нибудь польза от этого в нашем деле? Коул нашла скрытые строки в коде мистериума. Мы можем сканировать данные банковских карт посетителей? Дешевые трюки 21 века. Эта информация поможет нам узнать их историю транзакций, поиска в интернете. Это пригодится, чтобы заставить их поверить в невероятное. Но если кто узнает, что у нас есть доступ к банковским данным... Коды шифрования есть только у меня. А я никому не сказал. Может, ты? Нет. Конечно, нет. Ну, значит, пока вы с Коул не разболтаете, никто и не узнает. Верно? Верно. Бекк сканировал кредитки посетителей для персонализации иллюзий. Похоже на старые повадки Мистерио. Человек-паук? Мы с Коул слегка встревожены. Он сказал, что убьет нас! Тише, Коул, без паники. Человек-паук. Мы узнали, что Квентин нас обманул. Вместо психолога он ходил куда-то еще. Мы поймали его на этом. Он наговорил нам угрожающих вещей и ушел. Надеюсь, он просто решил остыть, но... Если увидишь его или узнаешь что-то о нем, сообщи нам, ладно? Спасибо. Человек-паук. А, ситуация стала еще хуже. Человек-паук, нам надо встретиться. Отправляйся на Кони Айлон. Есть срочный разговор. Совершенно не похоже на ловушку. Надеюсь, он не тронул Бетси и Коул. Ты уверена, что он не подслушает? Он ведь умеет? Нет, точно нет. Ах, он ведет себя очень странно. Страннее обычного? Внезапно он затих. Со мной не разговаривает. Что будем делать, если он вдруг начнет беситься? Все будет в порядке. Ой, он идет. Поговорим позже. Похоже, Коул и Бетси были напуганы переменой в поведении Бека. Освободив 9 человек из 9 мистериумов, с нами связывается Квентин Бек и говорит нам, что он ждет Майлза в парке аттракционов, где был самый первый мистериум сюжетный. Придя туда, мы заходим в этот мистериум и видим, что Квентин Бек, видимо, решил вернуться к своему прошлому, снова стать мистериумом. После первой фазы боссфайта мы видим непосредственно самого Квентина. Он говорит, что это все не он и чтобы Майлз продолжал сражаться. После того, как Майлз одолел босса и иллюзия в мистериуме спала, мы при помощи биоудара пробиваем потайную дверь и видим, что всем этим цирком заправляли помощники Квентина. Они хотели воспользоваться в предыдущем плохой репутации Квентина, получить выгоду из этих поломанных мистериумов, в конце все свалить на Квентина и красиво уйти в закат. Квентина они, кстати, держали в заложниках в подсобке комнаты управления. В самом конце Квентин выдает нам последнюю десятую флешку с аудиозаписью и уходит в неизвестном нам направлении. Взамен мы получаем костюм и трофей. В условиях трофея написано, завершить эпизод, финальный акт. Он нам нужен живым. То есть мы просто свяжем его? Или что? Да! Отлично! Свалим все на него, на случай, если кто докопается. Ага. Скажем всем, что мистериус только он? Именно. Ведь куда логичнее, что деньги украл он, бывший суперзлодей, а не две простые женщины. Теперь осталось придумать, как заманить богачей города в эти мистериумы. Ага. Но там еще есть какой-то код, с которым я не разобралась. И тут нам помогут люди-пауки. Ха! Гениально! Герои всегда помогают. И если все пойдет по плану, мы выкачим миллионы, прежде чем кто-то спохватится. А когда спохватится, Квентин снова отправится в тюрьму, а мы уйдем на покой. Похоже, самой большой иллюзией была невиновность Бетси и Коул. Интересно, что станет делать Бек? Дальше по сюжету мы отправимся уже в следующей части прохождения. Если вам понравилось это видео, вы можете просмотреть мое предыдущее прохождение Рачат и Клан Крифтопарт. Я благодарю вас за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok